Уважаемые коллеги, наверняка вы не раз проводили свой досуг за разгадыванием своеобразных японских кроссвордов, судоку, где работать нужно не с буквами, а с цифрами. В коллекции LAT2 имеется эта интерактивная игра, к сожалению, в русский выпуск LAT2.ru она не вошла. Тем не менее, если у вас на компьютере сохранился старый набор, а на мой взгляд удалять его не нужно, то мы можем открыть традиционную коллекцию LAT2.ru и здесь в разделе Games отыскать судоку. Как видите, никаких цветовых вариантов, это средство находится в единственном экземпляре. Вытащим его на страничку и разберемся, каким образом с ним можно работать. Редактирование пока никакого не нужно, просто щелкнем New Game, новая игра. Мы видим традиционное поле для игры в судоку. В штате мы можем сразу выбрать три уровня игры. Легкий, средний или сложный. В данном случае стоит легкий, и поэтому большое количество клеточек уже заполнено. Если мы выберем более сложный уровень и перейдем к новой игре, то нам предложат вариант, в котором думать придется гораздо проще. Гораздо больше. Как вводить ответы? Есть два способа. Первый способ по умолчанию задан. Он предполагает, что мы, стоя у интерактивной доски, будем пользоваться интерактивным инструментом. Например, перо. Выбираем перо. И при вводе ответа аккуратно рисуем в той или иной клеточке цифру. Второй способ заключается в том, что мы будем пользоваться клавиатурой. Как видите, разницы нет. Можно так, можно и так. Естественно, если работать за компьютером, удобно пользоваться клавиатурой, а стоя у интерактивной доски, удобнее использовать инструмент карандаш. Смысл этой игры, надеюсь, вы помните, нужно в пустующие клетки внести цифры от 1 до 9 таким образом, чтобы ни в одной строке, ни в одном столбце и ни в одном отдельно взятом квадратике эти цифры не повторялись. Игра очень полезная для развития различных навыков. Ну, если мы забрели в тупик и не знаем, как поступить, можно воспользоваться кнопочкой HINT. При щелчке по этой кнопке заполняется какая-то клеточка. Если я хочу увидеть решение, я могу щелчокнуть вот по этой вот кнопке. В опциях я могу просто убрать какие-то клетки или сказать, что они должны быть. Если я считаю, что подсказку смотреть не надо будет ни в коем случае, я эту кнопочку уберу. И теперь кнопка подсказка исчезнет. Для того, чтобы получить готовое решение в виде готовой таблицы, я могу щелкнуть вот по этой вот кнопочке со стрелкой. После этого появляется готовая табличка с решением. Вот так вот. Очень интересная игра, несмотря на то, что надписи здесь и инструкции не на русском языке.